Здравствуйте, эфир телеканала КХЛ. Продолжают новости в студии Дмитрий Нестеров. В Уфе стартовал 37-й официальный чемпионат мира среди молодежных команд. В первом матче турнира сборная России лишь в овертайме сломила сопротивление словаков. Хотя для подопечных Михаила Варнакова все поначалу складывалось удачно. К экватору встречи наши ребята вели 2-0. В первом периоде счет открыло второе звено. Никита Кучеров вошел в зону, оставил шайбу Григоренко. Сам открылся на дальней штанге, где и замкнул уже передачу Михаила. А во второй 20-й минутке быструю атаку с участием Наили Якупова и Андрея Сигарева точным броском завершил Александр Хохлачев. Однако еще до второго перерыва соперники сократили отставание, воспользовавшись ошибкой обороны российской команды. А когда до окончания основного времени оставалось всего 36 секунд, в этот момент наша сборная оборонялась в меньшинстве, словаки в суматохе на пятачке протолкнули таки шайбу за красную ленточку, переведя игру в овертайм, за 10 секунд до окончания которого Альберт Ярулин мощнейшим броском от синей линии принес победу сборной России. У главного тренера Михаила Варнакова к своим подопечным претензии были, но главное, по его словам, что выиграли. Могу отметить, что больших провалов в целом мы сегодня не совершали. Просто сборная Словакии – это тот соперник, который может здорово подловить на контратаках. Однако один гол все же привезли себе, по сути, сами. Ну и удаление Шелунова. Претензии есть к тройке Нечушкина, Ткачева и Шелунова. Когда мы играли на Subway Super Series, эти ребята были очень мобильными, настырными и здорово действовали не только в атаке, но и в обороне. Но сегодня игра ни у кого из них не получалась. Нет, самое главное, что мы выиграли. И то, что за 10 секунд до конца овертайма забили гол, говорит о многом. Возможно, потери очка вообще не скажутся на нашем турнирном положении, сказал наставник российской молодежки. В трех других матчах первого игрового дня сборная Финляндии уверенно переиграла команду Латвии со счетом 5-1. Форвард команды Суоми Миру Алтанин, который в этой встрече забросил две шайбы и был признан лучшим игроком, получил серьезную травму колена и больше на турнире не выступит. Сборная Канады разгромила национальную команду Германии 9-3. Шведы были сильнее сверстников из Чехии.